Добрый вечер. 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 И это пилотное тестирование делалось для того, чтобы предоставить возможность производства данных по насилию против детей, наиболее свежедоступные данные, любые расхождения, определения и также конкретные преграды в производстве данных между национальными данными и данными ICVEC. И также дало нам возможность понять конкретные преграды, которые существовали на уровне стран. Что касается производства данных, это международное пилотное тестирование на уровне стран произошло между декабрем 2023 года и февралю 2023 года. После предоставления международной пилотной классификации, оно было предоставлено на 54-й сети статистической комиссии Организации Объединенных Наций, которая действует с 1947 года и входит в месте главных специалистов по статистике в странах всего мира. Это самая большая статистическая организация мира и мы подали на одобрение международных статистических стандартов и особенно нам доставило удовольствие, что мы приняли участие в дебатах статистической комиссии, в то время как международная классификация была поддержана и предоставлена для принятия во внимание международной системы классификации насилия против детей. И сейчас я хочу уделить несколько секунд, чтобы описать и воздать должное специалистам, которые занимались международной классификацией. Главной комиссией это была я, старший советник отдела статистики, мониторинга, аналитики ЮНИСЕФ. Также для нас заставила особую радость получить помощь Изабелла Хихон, которая является социологом детства и специалистом по защите детей. Также Роберто Чикетти, специалист по защите и обеспечению безопасности детей. Также более 200 экспертов из 50 стран и 86 организаций приняли участие. Также включало представителей более чем 43 национальных статических офисов Албании, Беларусь, Бурунди, Канада, Индонезия, Мексика, Бразилия, Великобритания и так далее. Мы также чрезвычайно благодарны национальным статистическим офисам, которые были вовлечены в написание и тестирование международной классификации. Я также хочу уделить мгновение, чтобы воздать должное международным агентствам, которые были вовлечены в статистическую классификацию и 15 академических учреждений, которые были организациями из Австрии, Канады, Германии, Турции. Также у нас был ряд других организаций, 7 международных и 3 дополнительных. Я хочу поблагодарить вас от имени ЕСЭФ за то, что вы преданно отслеживали и помогали ICV. Это не было легким процессом. И мы не ожидали, что будет легким процессом. Почему? Потому что мы пытались регулировать что-то, что в основном остается еще за пределами регуляции. И когда я говорю об этом, я говорю, что во многих случаях мы сталкивались с ситуациями, когда у нас не имеется всеобщего определения и также регуляции поведения и действий, которые по-прежнему находятся в процессе обследования и расследования. И этого еще не сделано. Как мы подошли к определению насилия и принципов, и что является окончательным определением насилия? Насилие определяется после этих всех консультаций. Любое преднамеренное и не второстепенный акт, против угрожающий или фактического в отношении ребенка или нескольких детей, которое приводит или с высокой вероятностью может привести к смерти, травмам или другим формам физических или психологических страданий. Позвольте мне теперь несколько более подробно обсудить это определение. Прежде всего, единица классификации, которую мы используем для того, чтобы определить акты насилия, должно быть акт, который совершен. И я хочу остановиться на минутку, чтобы подчеркнуть, почему выбор акта делается в пределах ICS Act. Сначала мы концентрируемся на акте, может быть, словесным, физическим, может быть, сексуальным, может быть, нелербальным. Важно, это нам позволяет изъять элементы, которые могут в большой мере зависеть от социокультурных или юридических основ, например, определение основы на мотивации, например, или определение преступления. Когда мы концентрируемся на действии, на акте, не мотивации, не на самой пострадавшем, мы говорим, что это или единичное, или повторяющее действие. Также можно и действие невыполнение. Это важно в том, что касается определения халатности или небрежности. Я к этому подойду через секунду. Международная классификация насилия против детей дает нам определение межличностное насилие. То есть насилие совершено либо против одного ребенка или многих детей, другим человеком. Также охватывает коллективные действия, индивидуальное и групповое насилие. Что касается насилия, чтобы оно было классифицировано как акт насилия, акт должен иметь четыре последующие характеристики. Это значит, должно быть преднамеренным, нежелательным и второстепенным, и наносящим вред. Что означает преднамеренный акт? Это не имеет отношения к намерению нанести вред. Это не является критерием международной классификации насилия против детей. То ли это преднамеренное нанесение вреда, то ли нет. Это не является ключевым критерием для установления акта насилия. Но акт должен быть преднамеренным. То есть само действие должно быть преднамеренным, должно иметь намерение. Не может быть результатом, например, несчастного случая. Действие должно быть нежелательным для пострадавшей или для жертвы и я. Нежелательным – это концепция, которая является достаточно сложной для регуляции. Нежелательным надо принять во внимание возраст и дееспособность ребенка, но также определяет различные характеристики для детей, когда дети, возможно, не в состоянии согласиться или не согласиться на какое-то действие. Действие должно быть второстепенным, то есть не основным, имеется в виду, не мотивировано причиной выживаемости ребенка или заболевания. Это действие должно наносить вред ребенку. И наносение вреда определяется физическим вредом, но также может быть психологическим вредом и долгосрочным вредом, не обязательно непосредственным, чтобы дать вам пример того, как эти критерии совпадают по характеристикам и имеют отношение к насилию. Давайте возьмем пример ребенка, который, например, вместе с родителем падает. И родитель, падая, наносит вред ребенку. Безусловно, это акт, который наносит вред, который может в результате нанести боли и страдания ребенку. И это нежелательно для ребенка, но акт этот не является основным, но это не является преднамеренным актом, потому что родитель не имел намерение падать. И, конечно, у нас может быть акт, который является преднамеренным, нежелательным наносящим вред, но не второстепенным. Например, в случае медицинской процедуры, когда используется физическая сила, это нежелательно для ребенка, может наносить вред, потому что может нанести боли и страдания для пострадавших, но этот акт является существенным для выживаемости ребенка. Или в случае, когда имеется поддержание жизни или насильственное кормление ребенка, это является существенным, когда жизнь ребенка является под угрозой. И таким образом мы выстраиваем саму систему классификации с участием академических организаций, с которыми мне доставило удовольствие работать для классификации насилия против ребенка. А ребенком мы классифицируем человека младшего возраста, 18 лет. И на основе этих принципов мы организуем различные акты насилия в зависимости от природы самого акта. И мы создали пять основных категорий. Это убийство ребенка, физическое насилие против ребенка, сексуальное насилие против ребенка, психологическое насилие против ребенка, халатность или небрежность по отношению к ребенку. И, наконец, мы должны, согласно принципам международной классификации, также включить в классификацию девятая категория, которая должна охватить другие акты насилия, которые иначе не были классифицированы и попадают в другие категории. По каждой из этих категорий первого уровня мы предоставили очень конкретные определения, которые включают в себя элементы, которые я раньше описала, которые являются специфическими в том, что касается природы насилия против ребенка. Я хочу просто дать пример того, как эти классификации могут дать пример того, как халатность по отношению к детям проявляется. Она является особенно важным. И я уже сказала, что проводится еще исследование и исследование культуры. После длительного исследования мы определили саму халатность. Это любое преднамеренное, нежелательное и несущественное действие или невыполнение действия, которое приводит, не удовлетворяет психологические потребности детей, медицинские, образовательные и другие услуги. Те, кто ответственны за защиту ребенка от опасности или получения медицинских, образовательных или иных услуг, когда лица ответственны за уход за ребенком, иметь для этого средства, знания и доступ к услугам. Что касается халатности или небрежности, у нас есть намерение. Мы не хотим, например, наказывать обстоятельства или акты, которые, например, не допускают или не предоставляют ребенку образование, потому что родители ребенка не имеют средства, знания или доступ к услугам, которые позволят обеспечить для ребенка доступ к образованию. То есть мы должны дать определение именно акту того, что имеется преднамеренность. Что касается акта халатности, у нас имеется недопущение, недопущение или непредоставление ухода услуг или образования, которое надо ребенку для просветания. Конечно, все эти определения и описания и принципы расследования, литература, которая использовалась, будут включаться и включены в написание и описание международной классификации насилия против детей. Затем переходим к быстрому обзору того, как мы переходим из этих категорий в подгруппы. Это очень близко, это быстрая разбивка классификации. По каждой из пяти главных категорий у нас есть разбивка на подкатегории, которые могут быть созданы. И эти подкатегории дают примеры. Это стоксономия, по сути, которая иллюстрирует собой, что представляют собой конкретные акты насилия, которые попадают в определенные категории. И по каждой из этих подкатегорий мы предоставляем примеры действий и актов. И также исключение, то, что могло бы рассматриваться как принадлежащие к этой подкатегории, но по сути они не принадлежат к ним. И также важно признать, что согласно принципам международной классификации вообще акт может быть только классифицирован по одной категории, только по причине принципа исключения. Классификация позволяет определить и создать группы, которым принадлежит определенное преступление. И предоставляет директивы, как классифицировать. Конечно, с учетом понимания того, что мы ожидаем того, что будем продолжать работать над этой классификацией на протяжении многих будущих лет, потому что то, что нам надо в этой классификации, постоянно ее обновлять, эту статистическую классификацию, для того, чтобы принимать во внимание то, что может еще возникать в будущем в отношении насилия. Также важным является регуляция различных переменных данных, которые могут принимать участие в различных актах. Это является критическими данными, потому что они являются ключевыми элементами определения. Например, возраст является критическим, например, в обзоре данных. Почему? Потому что если не будем знать возраст, это не позволит нам классифицировать акт насилия, например, как акт насилия против то ли ребенка, то ли взрослого. И это будет также иметь отношение к правам ребенка. Ребенок – это человек или любое существо. Человек младше 18 лет. Очень важно собрать анкетирование на дому, по школе, для того, чтобы получить основную информацию, обстоятельства, которые имеют отношение к нынешним актам. Это критическая информация с точки зрения проблем и политики, что является ключевой моментом предупреждения, недопущения насилия по отношениям детей. Также имеются дополнительные переменные данные, которые особенно важны, когда нам надо иметь глубинное понимание того, как, почему и каким образом происходит насилие. Мы принимаем все различные переменные данные для этой агрегации, организуем их и классифицируем их согласно уровням, потому что мы понимаем, что имеется чрезвычайное определение по времени. И для тех, кто собирает эти данные, чем больше данных, мы просим собрать касательно чистоты, причины, видимости сбора данных, и мы организуем эти переменные данные в уровне, для того, чтобы признать, что по странам надо приспосабливаться постепенно с учетом их возможностей и ресурсов, для того, чтобы собирать эти различные переменные данные в зависимости от зрелости. И некоторая фоновая характеристика, которая имеет отношение к сбору данных, как я ранее упоминала, имеет отношение к возрасту детей, возрасту лица, совершившего преступление, также другие характеристики пострадавшего. Ранее, прошлая история виктимизации, то ли ребенок испытывал различные формы насилия. Что касается лица совершающего насилия, мы также хотим получить историю насилия, например, то ли лицо, совершающее насилие, принадлежит группе или является отдельным лицом. И последнее, мы хотим признать то, что принадлежит к институциональным сносам, то ли это лицо, которое связано с каким-то учреждением, чтобы признать существование насилия на уровне штата или страны, и также возможности такого лица также собирать эту информацию и классифицировать ее в том, что касается насилия на уровне государства или штата. Я сейчас закончу и дам вам некоторые идеи относительно планов реализации, потому что международная классификация – это только начало процесса, потому что, конечно, это конец пятилетних консультаций, но это также начало того этапа, и ЮНИСЕФ на этом этапе готова работать с партнерами, с международными организациями, а также, и самое важное, с партнерами из отдельных стран для реализации и притворения в жизнь этой международной классификации на уровне страны. Международная классификация создана для общественного блага. Это общественное благо будет эффективно, если мы сможем повысить качество, и мы сможем это сделать только, если мы будем продолжать работать вместе и будем применять и интегрировать этот инструментарий в национальные статистические планы страв. Стран. ЮНИСЕФ готов работать с национальными статистическими учреждениями и с другими заинтересованными организациями для реализации этих планов. Эти категории будут официально выпущены в недельник, 26 июня. Все, кто участвует сегодня в семинаре, и все, кто работают вместе с нами, получат электронное сообщение. В этом электронном сообщении будет запись семинара, будет презентация, будет видео об международной классификации насилия в отношении детей, а также вы получите в формате PDF классификацию, международную классификацию. Для осуществления реализации этой классификации ЮНИСЕФ будет разрабатывать целый ряд инструментариев и практических пособий. Например, инструментарий для оценки существования определений в стране, а также определения пробелов и потребностей на уровне страны. Также мы будем разрабатывать план действий для реализации этой классификации вместе с шаблоном, а также реальные инструменты, которые позволят собирать данные, накапливать данные для реализации этой международной классификации. Также мы собираемся разрабатывать механизм технической помощи, который будет использоваться в ряде вебинаров по наращиванию возможностей и для отдельных семинаров для регионов, где работает ЮНИСЕФ. На этом я заканчиваю. Конечно, я буду рада ответить на любые ваши вопросы. Еще раз спасибо всем тем, кто участвует в этой работе. Спасибо вам за ваш опыт, за время вашей работы над международной классификацией насилия в отношении детей. Я надеюсь, что в результате нашей коллективной работы мы подошли еще на один шаг ближе к решению нашей важной задачи – положить конец насилию в отношении детей. Спасибо большое. А сейчас я предоставляю слово Пабло, чтобы он выступил с некоторыми замечаниями, комментариями, а после этого мы передадим слово другим экспертам. Спасибо. Слово Пабло. Спасибо большое, Клавдия. Вы меня слышите? Да, спасибо большое. Спасибо большое. Я очень рад работать вместе с вами от имени нашего комитета по борьбе с насилием в отношении детьми. Это очень важный вебинар и многогранная работа, потому что действительно мы сталкиваемся с этим кризисом, связанным с насилием в отношении детей. И поэтому наша цель заключается в том, чтобы к 2030 году покончить с насилием. Но это очень сложная работа. Был проведен большой объем исследования, и будут проведены будущие исследования для того, чтобы оценить, что необходимо сделать, чтобы положить конец насилию. Также начисление средств, определение политик, определение ресурсов, которые необходимы для этого. Мы тесно работаем с партнерами ЮНИСЕФа по этому вопросу, это очень важно. До настоящего времени данные были достаточно фрагментированы, поэтому нам, прежде всего, необходимо прийти к согласию относительно методов сбора данных. Мы очень рады, что эта работа уже предпринимается, и существует много различных организаций и групп с участием ЮНИСЕФа, которые позволяют нам собирать данные на основе этой классификации. Но, конечно, как Клавдия сказала, она не является идеальной, и нам нужно уже заглянуть вперед относительно реализации этой классификации. Это очень важный шаг вперед. У нас есть определенная целевая дата. Это положить конец насилию в отношении детей к 2030 году. И те индикаторы, которые у нас сейчас есть, они дадут нам более конкретное представление относительно того, что нам нужно сделать. И также нам необходимо иметь этот комплексный подход, который, в принципе, нам нужно фокусироваться не только на одном, а на всех. И вся эта взаимосвязанность этих аспектов очень важна, которые определяют насилие, и комиссия по статистике, и международная классификация будет приняна и в нашем управлении. И это поможет всем нам работать вместе по продолжению работы в этом направлении. И также существует очень хорошее, тесное, техническое сотрудничество. Существует целый комплект стандартов и определений. Конечно, нам нужно посмотреть, каким образом это можно применить. При применении этой классификации, как сказала Клавдия, мы будем тесно работать с различными партнерами. Как мне кажется, нам действительно очень важно, мы готовы поддержать офис специального представителя, для того чтобы видеться в том, что государства и заинтересованные организации смогут собирать такие данные, что они знакомы с этими определениями, а также мы будем работать вместе для того, чтобы подтвердить, что эти определения имеют смысл, что они могут быть применимы в рамках этой структуры, и нам нужно действительно увидеть, каким образом является ли это реализуемым. И Клавдия уже говорила о том, что необходимо сделать, потому что, как вы уже сказали, работа не останавливается после определения этой классификации, но она потребует действительно работы совместной для того, чтобы определить значимость тех элементов. Мы должны действительно убедиться в том, что вся политика, практическая деятельность действительно является реализуемой для решения тех проблем, которые мы перед собой поставили. С точки зрения нашего офиса, мы действительно считаем, что сбор высококачественных данных является очень важным. Это очень важный первый шаг, который потребует подтверждения достоверности данных. Достоверность всегда важна, потому что мы всегда сталкиваемся со сложностью этих данных, поэтому ЮНИСЕФ, все другие заинтересованные организации действительно определяют важность этого момента и необходимость применения комплексного подхода. Иногда у нас есть определенные противоречия между данными и предпринимаемыми действиями, и также между организациями, которые собирают данные и которые их используют. Поэтому у нас есть сильная рамочная структура, которая необходима в этом случае для того, чтобы эти данные правильно собирались и правильно анализировались. Также интеграция и обеспечение того, что дети будут участвовать в этом процессе, а также в анализе данных, использовании данных, потому что они являются основными субъектами, интересы которых защищаются. И в этой связи мы готовы поддержать страны и представители ЮНИСЕФ и другие организации, мы готовы их поддержать в этом направлении. И в заключение мы хотим подчеркнуть, что технические ресурсы, техническая помощь для защиты детей будет более эффективна, на них будет более эффективно обращаться внимание, когда мы сможем набирать объективные и высококачественные данные и международные стандарты, которые сейчас у нас есть, вот та рамочная структура, которая у нас сейчас есть, и которая будет использоваться, действительно является очень важным элементом для поддержки той адвокации, которую мы пытаемся реализовать все вместе. Это очень важная инвестиция, потому что цена насилия огромная, и мы сейчас пытаемся решать проблемы, связанные с насилием в отношении детей, комплексным образом. Спасибо большое, спасибо всем от имени нашего офиса. Спасибо, Пабло, за ваши вступительные комментарии, в которых была подчеркнута важность международной классификации для реализации нашей цели к 2030 году. Я думаю, что действительно вы подчеркнули, это очень важно, чтобы нам получить правильные, объективные данные, и чтобы обосновать финансирование, я думаю, что вы совершенно правильно сказали, что нам нужно не просто работать с Национальными статистическими бюро, нам нужно работать с теми, кто принимает решения относительно государственной политики и стратегии, а также вы говорили о том, что необходимо вовлекать детей, это очень важно тоже. Еще раз меня зовут Стивен Блайт, и я занимаюсь за контролем выполнением программы по предотвращению насилия против детей на международном уровне, и мы действительно очень раны, что сейчас у нас есть международные статистические стандарты по насилию в отношении детей. Это значит, что у стран сейчас есть средства для оценки того, как их национальные определения соответствуют с международно согласованными стандартами. Это значит, что мы сможем собирать данные, используя общие определения по различным формам насилия. Это результат сравнимых данных внутри страны и между странами. Все это раньше не было возможно. Все это не было раньше возможно, и в конечном итоге это означает, что мы будем получать данные более высокого качества, будем совершенствовать нашу политику, нашу программу, будем улучшать жизнь детей по всему миру. Как Клавдия сказала в своей «Святой вступительной презентации», это не конец длинного пути, это только начало. Мы с включением международной классификации, сейчас нам нужно сфокусировать наши усилия на то, чтобы классификация была реализована. Нам нужно сейчас акцентировать наше внимание на реализации этой классификации, и поэтому мы создали экспертный совет, который представляет целый ряд заинтересованных организаций в поддержку реализации классификации. Но до того, как мы перейдем непосредственно к рассмотрению этой экспертной группы, я вижу ваши прекрасные комментарии и замечания в чате, ваши вопросы. И я хочу обратить ваше внимание на функцию вопросов и ответов в Зуме. Мы попытаемся ответить на все эти вопросы, которые у нас сейчас есть в разделе вопросов и ответов, но в связи с тем, что у нас может не хватить времени, мы будем, может быть, в режиме онлайн на какие-то вопросы отвечать. Сейчас предоставляю слово Франческе Грум из отделения статистики. Насколько я понимаю, в статистическом отделе ООН вы занимаетесь мерами контроля по прекращению носителя в отношении женщин и девочек, и мы хотим учиться у вас. Какие проблемы, какими проблемами вы столкнулись в вашей работе, которые позволят нам усовершенствовать и ускорить реализацию нашей международной классификации. Спасибо, Стивен. Спасибо, Клавдия, за то, что вы пригласили статистический отдел ООН на участие в этом обсуждении. Позвольте мне начать с общих замечаний. С подчеркивания важности наличия международной классификации. Но очень важно понимать, что это международные стандарты. Наличие такой классификации, международной классификации, которая сопровождается также практическими пособиями, практическими руководствами, это критически важный элемент и очень важный шаг на пути реализации этих концепций, реализации методов и сбора данных по насилию в отношении детьми на уровне страны и на международном уровне. Также мне хочется подчеркнуть, как Клавдия сказала несколько минут назад, что разработка такой классификации, как международная классификация таких категорий – это непростой процесс. Поэтому действительно мы должны поздравить вас с достижением этой цели. Классификация потребовала целый ряд обсуждений с экспертами, также обсуждения со специалистами по сбору данных в отдельных странах и международных организациях. Вы можете себе представить тот уровень, тот объем консультаций, интенсивность этой работы, которая имела место в последние два года. Также это означало тесное сотрудничество с комитетом-экспертом, также с отделом по статистике, с экспертами по классификации для целей статистики. Эта группа экспертов рассмотрела и проанализировала классификацию, используя несколько стандартных критериев, и для того, чтобы видеться в том, что удовлетворены эти требования. Поэтому работа над этим, классификацией. Конечно, огромное спасибо UNICEF за ваш вклад в эту работу. А сейчас позвольте мне переключиться на некоторые другие моменты, которые мне хотелось бы сейчас подчеркнуть, потому что мы работали со многими экспертами, которые здесь сейчас присутствуют. Почти 20 лет мы занимались разработкой и корректировкой критериев для оценки насилия против девочек и женщин. И также в связи с тем, что мы верим в то, что мы извлекли много уроков за последние 20 лет, которые могут направить нас на совершение наших следующих шагов по мере нашего движения вперед. Я имею в виду работу с международной классификацией. Я имею в виду реализацию этой международной классификации на основе руководящих принципов, которые были уже согласованы. Как несколько выступающих уже отметили, мы действительно хотим помочь странам реализовать, использовать эту классификацию для получения высококачественных данных. Сама классификация – это рамочная структура, она дает нам ключевые концепции рабочей определения, а также, что важно, это структура, которая позволяет организовать данные по различным источникам данных. Но сама классификация по себе не дает нам информации о том, как это сделать. Поэтому, как сказала Клавдия сегодня, план реализации тоже очень нужен. Итак, наша многолетняя работа по разработке и корректировке критериев в определении насилия против женщин и девочек. Конечно, это была очень сложная работа, которая основывалась на сложном процессе сбора данных. Это чувствительная тема, которая требует специальных решений и мер. Мы знаем, что нам необходимо с самого начала иметь очень сильную политическую волю руководства на всех уровнях, имеется в виду как те, кто собирают данные, так и те, кто собирают данные. Во многих странах есть конкретные требования относительно сбора данных по насилию по отношению к женщинам и девочек. И нам необходимо в том, что если происходит какая-то перемена власти, скажем, чтобы эти данные все равно можно было получать, данные, чтобы их можно было получать и измерять. Также необходимо продолжение обучения тех, кто проводит собеседование, также продолжать обучение специалистов по статистике, потому что, что касается насилия против девочек, против женщин, эта работа сложная. Нам нужна помощь статистических бюро, и это стоит. Это связано с затратами. Поэтому нам нужен план действий, нам нужно ассигнование определенных финансовых ресурсов для проведения мероприятий по сбору данных. Необходима разработка соответствующих планов для того, чтобы работа над этой темой была измеримой и контролируемой. По мере того, как мы пытаемся получить данные из различных источников, это могут быть опросы, это могут быть административные документации, полицейские рапорты, это может быть информация из судебной системы. Нам также нужно организовать соответствующее сотрудничество на уровне страны, а также нам нужно убедиться в том, что существуют определенные способы для обмена данных и обеспечения доступа к данным. Для того, и пользованием методиками, пользованием определениями, и, конечно, международная классификация поможет во всех этих делах. Что мы узнали в результате этой 20-летней работы? Мы узнали то, что как в странах, в отдельных странах, так и на международном уровне мы сталкиваемся с фактом, что различные источники данных использовались, различные методологии использовались, и эти методологии менялись со временем. Это такой ключевой элемент, который нужно всегда иметь в виду, когда мы перейдем к этапу реализации, к этапу сбора данных, сбора данных по насилию в отношении детей. По результатам нашей работы по насилию в отношении женщин и девочек, то, что у нас было практическое руководство ООН, это было очень важно. Сейчас публикация несколько устарела, мы собираемся ее обновлять скоро. Но красота этой классификации – это то, что она была создана совместно со статистическим бюро и с другими странами, и действительно она предоставляет те шаги, которые национальные статистические бюро должны предпринимать. Это как кулинарная книга, которая показывает, как получать статистику по насилию по отношению к женщинам в соответствии с самыми последними стандартами. В заключении, по мере того, как мы с нетерпением ждем наших следующих шагов, сейчас, когда у нас есть международная классификация по насилию по отношению к детям, и на основе нашей работы по статистике относительно насилия против женщин, конечно, нам нужно инвестировать в создание такой же аналогичной кулинарной книги, то есть нам нужно создать вот это практическое руководство и высококачественное пособие, которое позволит нам собирать высококачественные данные по насилию против детей. Нам нужно также гарантировать ресурсы для этой работы, как уже выступающие до меня сказали. Это очень важно. очень важно обеспечить то, чтобы страны смогли создать устойчивую, интегрированную систему статистических данных. Действительно, нам нужно усовершенствовать процессы сбора данных, чтобы страны могли соответствующим образом планировать сбор данных по насилию по отношению к детям в контексте сопутствующих тем. Необходимо интегрировать это, чтобы различные источники данных разговаривали друг с другом. И чтобы мы смогли получать данные из различных источников, могли сводить их вместе организованным образом. И мы должны также продолжать последовательно продвигать сбалансированность между сопутствующими классификациями. И не только это должно быть последовательно. Эта работа уже происходит. И спасибо ЮНИСЕФу. То есть не только последовательно, но также и на операционном, на рабочем уровне, чтобы все вместе могли выработать решения по сбору данных, по инструментарию для сбора данных и другие решения. Нам всегда нужно иметь в виду, что страны могут захотеть собирать данные по насилию в отношении детей, но мы также должны это, скажем, параллельно делать с набором данных по отношению девочкам и женщинам. Кроме того, нам необходимо регулярно обновлять классификации относительно насилия в отношении к детям, как мы уже сделали. Но как все статистические классификации, классификация, наша сегодняшняя классификация, она не должна рассматривать как статичная структура. Это просто отправная точка. Классификация всегда должна быть актуальной. И, конечно, на этапе реализации очень важно обеспечить обратную связь по поводу того, как работает эта классификация при реальном сборе данных. Спасибо, Франческо. Действительно, мне хотелось еще раз подчеркнуть роль статистического отделения ООН в поддержке разработки этой международной классификации. Статистическое управление ООН действительно играло ключевую роль в продвижении глобальных статистических систем в разработке международных стандартов, такие как данная международная классификация. И также у них огромный опыт имеется и в других сферах. Например, это такая сфера, как классификация насилия против девочек и женщин. Результаты этой работы мы использовали для разработки нашей сегодняшней классификации насилия против детей. Спасибо, Франческо, за ваши комментарии. Следующий выступающий. Салим Гурбуз из Института статистики Турции. Институт статистики Турции выполнил пилотное тестирование этой международной классификации насилия в отношении детей. Расскажите, пожалуйста, какой у вас есть опыт в координации работы различных организаций и какие уроки вы извлекли из этого процесса. Слово вам, Салим. Слышите меня? Добрый день из Анкары. Прежде чем я начну свою сессию, извините за то, что я очень рад, очень возбужден, поэтому, чтобы ничего не пропустить, я буду смотреть свои записи. Прежде всего, мне хотелось бы выразить благодарность моей команде, моим директорам, моим уважаемым коллегам и другим организациям, в частности, Бюро статистики ООН, также нашим организациям по статистике за ваш опыт. Для нас огромное удовольствие работать с вами, работать со всеми уважаемыми коллегами. Позвольте мне представиться. Кратко, я уже 22 года работаю в Институте статистики, занимался научно-технической статистикой. С 2020 года я работаю в группе по разработке классификации и занимаюсь также экономической статистикой. Я адаптирую эти статистики для потребностей конкретных стран. Также я хочу отметить несколько этапов. То есть, первый этап это такие международные консультации. в 2022 году мы собрали все ответы, все комментарии из этих различных организаций и занимались мы этой работой с 2020 года по 2022 год и приготовили комментарии относительно типов насилия. после этого второй этап нашего процесса это выводы на основе данных и ЮНИСЕФ дала нам задание относительно нужно было синхронно перевести на турецкий язык и подготовить документы подготовка документов на турецком языке. И, наконец, нам необходимо было провести тестирование, пилотное тестирование на уровне страны. как вы уже знаете в феврале 2023 года у нас произошло страшное стихийное бедствие и что замедлило работу организации. что касается извлеченных уроков тех выводов, которые мы сделали, мне хотелось бы сказать следующее. Мы поняли, что международная классификация является очень важной, потому что она позволяет изучать убийства, сексуальное насилие, физическое насилие. и предпринимать соответствующие действия. Это будет еще более важно в будущем. Проведение опросов является ключевым моментом, очень важным моментом, в частности для определения таких вопросов ситуации, связанных с психологическим насилием. Психологическое насилие очень трудно измерять. И также очень это проблематично во всяком случае в контексте нашей страны. Также, что касается отсутствия заботы о детях, один урок, который им извлекли, это это иметь концепции, иметь одинаковое понимание, для того, чтобы разные организации, учреждения имели правильное и одинаковое понимание, определение. классификация классификация этому очень помогает, потому что в 2014 году мы будем продолжать эту работу и будем продолжать обновлять наши документации, которые мы разработали на основе этой классификации. Также необходимо определять, осуществлять координацию между экспертными группами. Необходимо также конкретно эту классификацию применять к потребностям отдельных стран. И поэтому мы очень благодарны за все эти усилия. И Министерство образования конечно будет использовать эту классификацию в своей работе для сбора данных. Это позволит экспертам лучше понимать проблемы, которые связаны с этими ситуациями, проблемы, которые связаны с психическим здоровьем и другими факторами, которые позволят обеспечить и совершенствовать безопасность. Более того, мы поняли необходимую важную огромную важную роль статистики. Статистики, которые набираются в судебной системе, статистика, которую мы получаем из мест тюремного заключения. У нас есть такие информационные системы в Турции. Наше Министерство внутренних дел имеют центр данных, центр внутренних центров, имеют внутренние центры данных. Получение доступа к таким данным для получения статистики по инцидентам очень важно. К сожалению, не все данные, не ко всем данным можно получить доступ, и существуют определенные ограничения. Поэтому, например, если речь идет о каком-то незначительном нападении на ребенка, нанесении незначительных телесных повреждений, эти данные сложно получать. У нас нет возможности систематического сбора данных по таким инцидентам. на основе результатов нашего пилотного теста мы поняли, что нам необходимо усовершенствовать партнерские отношения с теми организациями, которые предоставляют такие данные. Например, описание уровня 1, убийство детей, описание категории и также оказание содействия и другие действия, которые необходимо принимать. Как вы видите, данные эти можно набирать из разных источников. В конце заключения мне хочется сказать, что это очень важная работа. защита детей является очень важной обязанностью. И дети могут подвергаться насилию в различных обстоятельствах. И нам нужно сделать все, чтобы это предотвращать. Спасибо за внимание. Спасибо еще раз. Спасибо Турции. Спасибо Институту статистики Турции. Спасибо вам за ваше лидерство и за то, что вы на добровольных началах провели этот пилотный проект по тестированию этой классификации, по реализации этой классификации. И спасибо вам за эту работу. Сейчас передаем слово другому члену нашей экспертной группы Энджела Мэл из отдела по наркотикам и преступлениям ООН. Энджела, приятно вас видеть. Насколько я понимаю, вы осуществляете надзор по работе отдела преступления и наркотиков для целой статистики. Каким образом эта классификация может работать с отделом по наркотикам и лекарствам для того, чтобы совершенствовать данные по насилию, а также данные по преступлениям. Слово вам, Анжела. Стивен, спасибо. Спасибо, Клавдия. Прежде всего, спасибо за организацию этого мероприятия. Спасибо, что нас пригласили. Спасибо за вашу работу. И особенно, особая благодарность за это прекрасное сотрудничество. это система ООН, которую мы разработали, которую мы вместе можем использовать для совершенствования статистики. Как вы сказали, сейчас мы находимся на том моменте, когда, конечно, это важно, у нас есть источники данных относительно насилия по отношению к детям. Не все насилие считается преступлением. Также статистика по преступлениям это только один из элементов такой статистики. С моей стороны, как вы уже сказали, не раз сказали, международная классификация преступлений для телестатистики, но уже почти 20 лет мы работаем в различных странах для того, чтобы посмотреть, как система статистики по преступлениям может быть более эффективной. И мне хотелось бы сфокусироваться на извлеченных уроках. Мы, специалисты по статистике, обожаем классификации, но действительно мы предпринимали усилия, что нам необходимо не только подсчитывать, мы считаем это аналитическим средством, мы не просто подсчитываем, сколько убийств, не просто подсчитываем, сколько, допустим, детей пострадали от насилия, но нам необходимо иметь информацию, которая позволит государственным органам предотвращать это насилие. Один из больших элементов и очень важный для нас это всегда подчеркивать, что классификация для целей статистики. Это не для какого-то правового анализа. Вот в чате тут много вопросов относительно того, как мы можем изменять кодекс преступления, если применим квалификацию. Нет, классификация для этого не предназначена. Это не является целью классификации. Наоборот, классификация пытается взять все любые правовые структуры и интерпретировать все эти правовые структуры. Как Клавдия уже говорила, мы говорим о поведенческих классификациях. И в этом смысле вместе мы продвигаем статистику, которая основывается на концепции, а не на уголовном кодексе, потому что уголовный кодекс не меняется только для цели статистики. Роль статистики, чтобы все это переварить и понять, как эти данные можно использовать для цели статистики, это то, что мы можем работать вместе для того, чтобы объяснить роль классификации. Также мне хотелось бы сказать, что об аналитической цели классификации, как Клавдин сказала, это не просто элементы, которые определяют то, что считается насилием в отношении детей, но также мы во всяком случае в нашем отделе, что самая важная часть, вот та ценность, вот этот десагрегатор, например, нам необходимо понимать, скажем, сущность обидчика или сущность жертвы, у нас в нашей классификации есть более широкий уровень, то, что мы называем тегом или десагрегированными переменными, это те элементы, которые помогают нам взять данные и сделать их пригодными для разработки политики. И другое, что мы видим, очень важным, это контекст. Я говорю это сейчас в целом относительно преступлений, но это, конечно, также имеет очень большое отношение и к детям. Вот более исключительные формы насилия, скажем, существуют различные типы убийств. И предотвращение, профилактика убийств, различных убийств, требует различной политики, различных стратегий. То же самое, можно сказать, об организованной преступности. То есть определенные стратегии должны быть направлены, конкретные стратегии направлены на, скажем, предотвращение организованной преступности. важность того, что мы можем прочесть данные для определения контекста, чтобы знать, где нужны профилактические меры и определение этих конкретных мер. То же самое имеет отношение к детям. Те поколения детей, которые потеряны в Центральной Америке, в некоторых частах, в Латинской Америке, дети, которые потеряны в связи с организованной преступностью. Поэтому нам нужно четко увидеть, кто является преступниками в данном случае. И в чате тоже кто-то говорит, а как мы узнаем, является ли он членом банды или нет. И другие элементы, которые у нас включены в нашу классификацию, это киберпреступления. И когда речь идет о насилии в отношении детям, то киберпространство тоже очень важно. Важно определить этот элемент. Я всегда говорю о статистике по преступлениям. И в этом отношении наши усилия помощи странам совершенствовать эту информацию, это будет важно как для понимания насилия в отношении детей, также для понимания всех типов преступлений. Поэтому на этом мне хочется сказать, что действительно мы очень хотим работать вместе, по многим элементам мы можем работать вместе. Сейчас мы заканчиваем разработку практических пособий, которые помогут Лизе, которые помогут организациям по правосудию, поможут тюремам совершенствовать свою работу. эти практические руководства, которые вы тоже будете разрабатывать, они будут дополнять друг друга. Конечно, нам нужно координировать и балансировать наши усилия. С нашей стороны, конечно, очень важно, во всяком случае, частично применимость вашей международной классификации, чтобы была возможность сравнивать данные из различных организаций уголовного правосудия. С точки зрения реагирования на преступления важно не только понимать степень серьезности проблемы, но также необходимо понимать, как организации уголовного правосудия могут реагировать на эти преступления. То же самое насилие в отношении детей. А какое реагирование? Как были наказаны обидчики? Какие приговоры выносились? Конечно, это то, что мы привержены этой работе с нашей стороны. Опять же, как я сказала, так как две классификации, они сбалансированы, действительно, они идут вместе, поэтому, конечно, мы можем поддерживать страны, во всяком случае, с нашей стороны, с точки зрения статистики относительно преступлений, поэтому мы очень хотим с вами работать вместе. спасибо. Спасибо, Анжела, спасибо, что вы поделились с нами вашей любовью к классификации. Конечно, нам нужно помогать уполномоченным органам, реагировать, для того, чтобы эта статистика работала, была функциональной. Следующая у нас Хаветт Кейла из нашей партнерства, глобальное партнерство по борьбе с насилием по отношению к детям. Хаверт, как можно использовать эту классификацию для того, чтобы призывать правительство к ответственности, к принятию мер против насилия в отношении детей? Прежде всего, спасибо вам, спасибо, ЮНИСЕФ, за вашу работу по разработке этой классификации. Это действительно огромная работа проведена. Это очень важный результат. Это наше глобальное усилие, и поэтому действительно всем большая благодарность началась. Я начал работу уже пару десятилетий назад, работал статистиком по сбору демографических данных, поэтому у меня есть определенный опыт. Я очень быстро скажу о том, как мы можем использовать эти данные для того, чтобы оптимизировать работу правительства. Прежде всего, необходимо определить, как измерять, а второй важный фактор – это качество данных. Прежде всего, необходимо измерять данные. И об этом уже говорили и раньше, потому что то, что измеряется, то, что будет сделано, то, что управляется, то будет сделано. Можно перефразировать эту фразу, рассказав, что то, что измеряется, может быть выполнено хорошо. То есть, действительно, очень важно достигать прогресса в мониторинге. Также необходимо определить все критически важные инвестиции, которые нужны относительно качества данных, относительно инвестиций в этих работах. Любое насилие по отношению к детям, как вы знаете, это сложный многогранный вопрос. Поэтому очень важно уже в системе образования есть определенные данные по насилию. Эти данные существуют, но они не всегда собирались систематическим образом. Речь идет о многих формах населения. Также у нас очень мало данных по риску для детей, конечно, действительно у нас есть знания, у нас есть доказательства, у нас есть решения, и сейчас имеет место движение, очень много различных движений, которые борются с нас, их или хотят бороться с насилием в отношении детей, но наличие данных является барьером, это тот барьер, который не позволяет призвать правительства стран к ответственности, потому что есть то, что мы не можем измерить, опять же, мы не можем действовать эффективно, поэтому нам необходимы национальные планы реализации этих стратегий, и необходимо ассигнование бюджета. Это два очень важных, это действительно очень рад, и поздравляю всех с разработкой этой классификации, это очень важный этап. Качество данных очень важно, и качество данных будет приводить к отчетности. Конечно, усовершенствование методов сбора данных позволяет также нам лучше эту работу делать, и действительно совершенствовать реагирование на насилие, и ускорить эту работу, и делать это наиболее экономичным и эффективным образом. в Всемирном банке в прошлом году был проект по борьбе с насилием в школах, и что касается инвестиций, также проект по сексуальному насилию, что касается школ, то мы эти данные уже накоплены, и мы можем эти данные использовать относительно насилия над детьми в школах, это действительно, но если такие данные у нас есть, если данные являются высококачественными, это действительно приведет к хорошим инвестициям, я уже проводил очень много разговоров с различными правительствами стран, и действительно убеждал их в том, что нам необходимо увидеть статистику, и это позволяет тогда более точнее определять необходимые инвестиции. Как уже говорили другие выступающие, необходимо определять, где происходит насилие в школе, дома, в интернете, какие типы насилия, и также демократические показатели относительно насилия, то есть в этом случае, как мы уже слышали, есть взаимодействие между баз данных по насилию в отношении детей и насилие по отношению к детям, к девочкам и женщинам, вот все эти различные сегменты нужно использовать основные доноры, правительство или частный сектор, или другие организации, будут ли они инвестировать, и это очень важно, чтобы были необходимые инвестиции, введены для того, и все это тоже требует данных. Совершенствование данных позволит нашему гражданскому обществу оснастить гражданское общество для проведения более релевантных кампаний и действий по борьбе с насилием. Также отчетность по насилию необходима для реализации целей устойчивого развития и совершенствования отчетности внутри стран позволяет улучшить отчетность как внутри, так и в международном масштабе, в этом случае также необходим информационный обмен, облегчение информационного обмена между странами, для того, чтобы улучшать как количество, так и качество данных. И очень важно также извлечение уроков. спасибо большое ЮНИСЕФу за вашу лидерскую роль в реализации этого процесса, спасибо всем другим участникам этого большого проекта. Конечно, мы должны предпринимать очень тщательные усилия на любом уровне, на международном, на уровне страны, на местном уровне. мы должны использовать статистическую квалификацию и инструментарий, который был разработан, и возможности. Все это является очень важными компонентами в нашем общих усилиях по разработке и реализации такой классификации, которая позволит ускорить прогресс в ликвидации насилия в отношении детей, чтобы дети росли в безопасной и комфортной обстановке. Спасибо. Действительно, очень сильные замечания. То, что измеряется, то может быть выполнено. И мы знаем, что данные по насилию в отношении детей действительно так ограничены, поэтому, конечно, то, что вы подчеркиваете, что эти усилия нужно оптимизировать коллективным образом, также, что необходимо повышать качество этих данных, необходимо, что это были целевые данные, чтобы они были нацелены именно на задачи реагирования и профилактики. Сейчас снова передаем слово Клавдии, которая смотрела на вопросы, и я надеюсь, что она выбрала наиболее сложные вопросы для ответов в течение следующих нескольких моментов. Конечно, Стивен, да, и я думаю, что когда вы получите эту публикацию, хочу всем напомнить, что вы в понедельник получите запись семинара, презентацию в PowerPoint, а также непосредственно саму международную классификацию насилия в отношении детей, и также будет веб-страница со всеми соответствующими материалами. Я сейчас хочу воспользоваться моментов, чтобы прокомментировать несколько вещей, которые упоминались в нескольких вопросах. В связи с тем, что мы хотим классифицировать действия как единицу международной классификации, действительно, это было поворотным моментом. Мы не рассматриваем мотивацию, мы не рассматриваем, является ли действие, то есть, было ли намерение какой-то ущерб сделать, нет. мы рассматриваем, является ли действие, мы не рассматриваем, является ли намерение, мы хотим, рассматриваем действие как намерение. Допустим, если кто-то кого-то ударил, удар, удар, это удар, это действительно приносит вред, да, даже если родитель ударил ребенка, даже если намерение родителя не состоит в том, чтобы навредить ребенка. Если вы ударили ребенка по лицу, это является обязательным с точки зрения дисциплины? Нет, потому что обязательность определяется как обязательная для выживания ребенка. То есть это означает, что нет другой альтернативы, чтобы сохранить жизнь ребенка. А удар по лицу не является обязательным, потому что есть положительные практики воспитания детей, которые являются эффективными в дисциплинарных целях. Именно поэтому мы пытаемся избегать всех ссылок на юридическую терминологию и ссылок на те проблемы, которые могут по-разному интерпретироваться в зависимости от культуры, религии и так далее. Второе, что я хотела бы отметить, это то, что эта классификация является основой, базой на основе которой могут генерироваться статистические данные. В статистической классификации вы не найдете статистику. Это метод организации различных форм насилия и затем определение ключевых критериев, которые позволяют нам собирать данных. Конечно, нам необходимо собирать данные по результатам опросов, а затем нам необходимо квантифицировать акт насилия. И опять же, действительно, смотря на некоторые из ваших вопросов, регулирование актов насилия, которые в различных контекстах происходят в неконфликтных ситуациях. И тот момент, когда помимо идентификации этого действия мы собираем различные перемены, кто это действие совершил, когда это позволяет нам добавить контекст для того, чтобы пользователи поняли, как произошло это такт насилия, кто этот акт осуществил и так далее. Это некоторые ответы на ваши вопросы. Конечно же, продолжайте задавать вопросы, и в будущем вы получите электронное сообщение с контактной информацией. Нам нужны такие вопросы, потому что такие вопросы позволяют нам не только уточнять нашу классификацию, но также работать над реализацией этой классификации на уровне страны, потому что нам необходимо успешно реализовать эту классификацию. Сейчас я, конечно, понимаю, что действительно много, гораздо больше вопросов находятся в чате. Я хочу предоставить слово Джоао Педро Азиведа, который уже, я ему давала слово, это наш главный специалист по статистике. Он стал работать в ЮНИСЕФ в этом году, и я даю ему слово для заключительных комментариев. Спасибо, Клавдия, спасибо, коллеги. Я надеюсь, что вы меня хорошо слышите. Отлично, спасибо. Прежде всего, я очень рад, что все вы здесь находитесь, что вы можете участвовать в нашем семинаре по классификации, по этой классификации ЮНИСЕФ. Главной целью является реализация полного потенциала детей, для того, чтобы они жили счастливо, комфортно и безопасно, без насилия. И такая классификация – очень важный элемент нашей работы. Для того, чтобы насилие в отношении детей было видимым, более видимым, это очень важная, одна из важных целей нашей работы. Международная классификация насилия в отношении детей сводится к сбору данных. На международном уровне это позволит совершенствовать данные на международном и национальном уровне. Международная классификация предлагает модель сбора статистических данных по насилию в отношении детьми из различных статистических источников. Также представляет собой аналитическую базу, позволяющую ответить на вопрос, как решать эту проблему. Международная классификация отражает понимание различных заинтересованных организаций по всему миру. Это стало возможно благодаря приверженности тех, кто работал над этой проблемой. Но это только начало работы. На следующей неделе работа будет продолжаться. В нее будут вовлекаться политические организации, правительственные деятельности. Только в результате широкого понимания и коалиции на уровне стран мы сможем увидеть конкретные действия на конкретных местах. Это позволит нам улучшить жизни детей, где бы они ни находились. Очень много работы требовалось в течение последних двух лет для разработки этих классификаций. И мы надеемся на продолжение этой успешной работы в будущем. Что касается нам необходим сбора данных, таких как различные модули насилия в отношении детей, в отношении женщин. Мы будем рассматривать это вместе, включая модель сексуального насилия над детьми и домашнее насилие. И эти модули уже имеются в наличие не только для реализации через МИКС, но также и через другие программы опросов. И мы будем рады поддержать страны в этих работах. С этой классификации сейчас у нас есть стандарты и аналитические средства, которые позволят восполнить пробелы в знаниях и пробелы в государственной политике. Позвольте создать основу для того мира, в котором дети будут свободны от насилия во всех формах. Спасибо большое. Передаю слово Клавдии. Спасибо, Джао. Сейчас мы подошли к концу семинара. Еще раз спасибо за участие. Я очень рада была увидеть наших новых партнеров, новых коллег. Также еще раз была рада видеть тех, кто участвовал в разработке этих классификаций. Спасибо большое. И хотелось бы мне показать короткое двухминутное видео, которое было создано для того, чтобы кратко рассказать о том, что представляет собой эта классификация. Еще раз надеюсь, что вам видео понравится. И надеюсь, что мы будем продолжать наши успехи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok The World Committed to Ending Violence Against Children in All Its Forms by 2030. However, while the goal is straightforward, monitoring it is anything but. Collecting high-quality data on children's experience of violence in a comprehensive and ethically safe manner is challenging. It is further complicated by the different notions of violence used among and even within countries. To fill data gaps, clear-cut operational definitions first had to be developed. UNICEF has done just that. Over five years, and in consultation with more than 200 experts, UNICEF developed the International Classification of Violence Against Children. The ICVAC was endorsed by the United Nations Statistical Commission in March 2023. It provides a comprehensive definition of violence and categorizes violent acts for statistical purposes. It offers a basis for countries to gather comparable data through household surveys and administrative data systems. The ultimate goal? To foster the production of timely and accurate data that can encourage action and accountability by governments and other stakeholders. Violence against children is a violation of their basic human rights. Defining and measuring such violence is a critical first step towards ending it.